Всем привет! Настало время рассказать вам о новой комплектации Nissan Leaf 2018 года, самой топовой комплектации, в которой производится электрический бестселлер автомобильной промышленности. Это комплектация Tecno. Так называется в Европе самый богатый Leaf. Чем же он отличается от своей базовой комплектации Vizia, с которой мы все уже хорошо знакомы, мы сегодня вам и расскажем. Итак, основные визуальные отличия комплектации Tecno от базовой комплектации Vizia и от средней комплектации Acento состоят в том, что Tecno уже сразу получает 17-е колесные диски, такие вот двухцветные, на которых она смотрится несколько иначе и уже намного симпатичнее. У автомобиля появляется LED-овская фара с адаптивным светом и цвет жемчуг, самый дорогой, с черной крышей. Обратите внимание, на нашей Vizia тоже есть черная крыша, но это уже наш собственный тюнинг по просьбе клиента, который купил данный автомобиль. Что касается конкретно этого автомобиля, это классическая Tecno без пакета динамика, без синих перьев по периметру обвеса автомобиля. Черные зеркала. В корпусах черных зеркал видны подиумы под камеры кругового обзора. Мы на них посмотрим через монитор мультимедийной системы позже. Видно, что у автомобиля есть парковочная подготовка в виде парктроников. Вот они, родные заводские парктроники, которые также по конфигуратору идут за доплату. Также в конфигураторе можно выбрать несколько иной дизайн 17-х колесных дисков. Крыша черная, без стоек. Можно выбрать вариацию с стойками, как у нас на Vizia. В общем и целом, из основных внешних отличий Tecno, ну, пожалуй, все. Больше отличий Tecno вы увидите в интерьере автомобиля. Потому как в Tecno уже доступен кожаный салон с вставками под замшу, под алькантару, которая находится в самых истираемых местах кресла, что очень практично. Сами кресла пошиты несколько иначе, чем в прошлом поколении LiFo. У них появилась вот такая вот средняя прострочка. Кругом есть синяя нить, что очень приятно. Большое внимание уделили подлокотнику, который выглядит совершенно так качественно иначе. На центральной консоли сразу можно обратить внимание, у автомобиля появилась кнопка ручника электрического. В то время как в комплектациях Vizia Accent мы наблюдаем классический ножник. Из электрооборудования Tecno уже в базе имеет так называемый зимний пакет. То есть подогрев кресел, классические клавиши на два режима, подогрев заднего кресла, есть подогрев руля. Все также очень быстро срабатывает, как и раньше. Мгновенно нагревается, мгновенно приходит в действие. Расширенный режим печки позволяет автомобиль по таймеру разогревать. Кнопка ECO уступила место кнопке автоматической парковки. Рядом с клавишей включения E-педали. Сама же кнопка ECO на сей раз получила уже третью свою вариацию размещения. Теперь она слева под рулем, там где клавиши подогрева руля, включение системы автопилота. Ну, автопилот здесь частичный, об этом чуть позже. И открывание лючка зарядки. Так как автомобиль оборудован заводскими парктрониками, есть кнопка включения и отключения звукового сигнала справа под рулем. Само рулевое колесо получило дополнительные клавиши, связанные с пропилот-системой. Мультимедийная система Nissan Connect уже знакома нам по комплектации Acento, разве что она более расширена в пользу камер кругового обзора. Автомобиль видно сверху. Траектория движения меняется вслед за рулевым колесом. Также есть система автоматической парковки. Можем заметить, как она будет реагировать сейчас. Выбираем парковку. Так, значит, задом в ряд. Выбираем позицию, куда мы хотим припарковаться. Вот такой вот джойстиком управления. Нажимаем кнопку старта. Отпускаем педаль акселератора. Зажимаем кнопку автоматической парковки. Сам начал крутить рулем. Показывает позицию, на которую ему нужно встать. Скажу честно, стремноватое ощущение. Паркпилоту Мерседеса я уже более-менее привык. Тесле доверяю всецело. Nissan пробую второй раз в жизни. И вот, собственно, сейчас должна быть финальная часть заезда на паркоместо. Парктроник срабатывает. Парктроник срабатывает. Да, очень-очень в притирку он любит походу парковаться. То есть все, он решил, что он припарковался. Замечательно. На это все уж нас ушло много времени. Действие завершилось ручником. Сенсоры показывают, что правая дверь очень близко к соседнему автомобилю. Угловые парктроники показывают, сигнализируют о коротком расстоянии. Но слева автомобиль оставил максимальное количество места для того, чтобы выйти. То есть, получается, логика работает на максимальное пространство слева от водителя. И это поэтапное выполнение действий путем нажатия вот этой кнопки. С этим разобрались. Так, что касается лифа в ходу, за два месяца уже появилось определенное понимание того, что автомобиль действительно проезжает под 300 километров. Это уже не блеф. Это уже реальность событий. И со слов клиентов, и наши полевые испытания нескольких машин. Текна получила еще больше систем активной и пассивной безопасности. Также у нее появилось нечто похожее на автопилот. Называется пропилот Ниссан. Это не совсем автопилот. Это что-то между... Это такая совокупность адаптивного круиза и дистроника. То есть, от дистанции впереди идущего автомобиля машинка будет держаться на определенном расстоянии. И таким образом вы можете оставаться в полосе. Автомобиль будет подруливать. Автомобиль будет держать полосу движения. Все это включается достаточно просто. Кнопкой на руле. В визе эта кнопка слева под рулем. Она включает только контроль полосы движения. Здесь это уже прямая связь с дистроником. Ну, опять же, это не совсем дистроник. Дистроник у нас у Мерседеса. Здесь это своя определенная система, которая работает похожим образом. Что еще сказать о комплектации? Забыл упомянуть, автомобиль имеет заводскую тонировку. Заводскую европейскую тонировку по задним стеклам. По нормам евростандарта. И также у машины самый полный пакет музыки Bose с усилителем. Звучит отлично. Послушали и хватит. Вообще, у автомобиля очень сильно изменился характер шумоизоляции. По отношению с первым лифом, особенно в топовой комплектации, ощутима разница того, насколько в автомобиле приятнее, тише. Даже особо шумопокрышек нет. Покрышки здесь, кстати, Dunlap. Тоже экологические. Созданы для того, чтобы уменьшать трение. И автомобиль дальше проезжал. Хорошая особенность лифа в том, что им сейчас удалось в новом поколении убрать пробуксовку совершенно. Мы уже сотку набрали. Мгновенно. 7,7-7,6 секунды до 100, если не ошибаюсь. Так вот, по поводу пробуксовки. Первое поколение страдало зажевыванием покрышек по причине того, что распределить такое количество крутящего момента на передней оси вообще на самом деле на переднем приводе довольно-таки сложно. И вот то, что автомобиль со старта перестал буксовать, это реально очень серьезное достижение инженеров Nissan. Скоординировать автомобиль таким образом, чтобы был максимальный зацеп. Да, возможно, он немножко потерял в динамике городской от 0 до 40, но он реально приобрел в диапазоне большим. Опять соточка. А давайте попробуем замерить сотню. Так, у нас полная остановка. Драйв. Никаких вспомогательных функций. Сто. И идет, в принципе, дальше. Свободно. Вообще, ни силового подруливания, ни каких-либо невнятных поведенческих факторов. Автомобиль просто вперед делает зацеп и рвет вперед. На самом деле, для переднего привода это большой результат. Это действительно большой результат. Вот на днях поездил на СТ-шке в фокусе. Все превосходно. Форд большие умнички в своем переднем приводе. Они сделали замечательный дифференциал повышенного трения. Но силовое подруливание никуда не делось. Автомобиль первые 2-3 передачи удержать в руках, ну, непросто. Не сложно, но и непросто. Здесь такого нет. Тут, да, динамика другая, но машина абсолютно полностью контролируемая. Это большая заслуга инженеров Nissan, а сделать так с передним приводом. Так, что касается остальных опций автомобиля. Машина, как и от Сента, получила мультимедийную систему с Apple CarPlay, с Android Auto, с навигацией, которая показывает не только путь следования, но и возможные пункты зарядки, которые подключаются потихонечку на эту карту. Безусловно, в Европе это все работает более технически правильно с точки зрения поддержки Nissan Connect. Но до нас рано или поздно этот функционал тоже дойдет. Очень мягкий климат. Климатическая установка лояльно работать начала. Буквально только включаешь, выставляешь температуру, мгновенное охлаждение, мгновенный нагрев салона. Пофиксили вот те провалы, когда выкручиваешь на максимум, на минимум и очень долго ждешь охлаждения. Пофиксили ту ситуацию, когда автомобиль расходовал очень много энергии, в особенности на нагрев салона, чем на охлаждение. По-прежнему доступны метрики. Так, энергосбережение. Все то же самое, что вы увидели в обзоре комплектации Acento. Заострять внимание на этом, наверное, уже не стоит. Можете посмотреть предыдущее видео. Вообще, очень уютная стала мягкая машинка. Знаки автомобиль видит, полосу машинка держит. Разметки в этой стране нет. Ну и ладно. Теперь о цене. Сколько вам придется переплатить за то, чтобы у вас был самый напакованный Nissan Leaf, который производится заводом-изготовителем. Итак, что касается цены, то комплектация Tecno обойдется вам приблизительно в 45-46 тысяч долларов, в зависимости от дополнительных опций. За эти деньги вы получаете 17-е колесные диски. Вы получаете цвет самый дорогой, вот этот жемчужный с черным верхом. Остальные цвета стоят несколько дешевле. Также вы получаете круговые камеры обзора, вы получаете премиальную музыку Bose, вы получаете черный или бежевый кожаный салон. Также вы получаете LED-фары головного света, противотуманные фары. За доплату можно получить пакет Dynamic и так далее. Разница всего составляет приблизительно 9 тысяч долларов от базовой комплектации Vizia и приблизительно 4-5 тысяч долларов от комплектации Acento. Доплачивать или не доплачивать за парковочную систему автоматическую и за подобие автопилота решать вам. В общем и целом автомобиль получился достаточно интересным. Мы постарались рассказать вам о топовой комплектации Nissan Leaf 2018 года. Если у вас остались вопросы, все контактные данные находятся в описании к этому видео. Приезжайте в гости. Автосалон Рикавто, оператор Николай Тарасенко, я Лаврик Дмитрий. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!